Пятый ледовый полумарафон Honor Владивосток Альсран прошел во Владивостоке на льду Бухтыновик. Главное зимнее спортивное событие нашего города в этом году собрало почти полторы тысячи участников из 11 стран мира. Это такая общественная история, которая людей объединяет. И причем не только русских, не только россиян, но и, собственно говоря, наших гостей, которые специально для этого сюда, к нам во Владивосток приезжают, повышая туристический поток и повышая, собственно, улучшая свое мнение о стране, то есть, которая, собственно говоря, формируется как раз на таких вот мероприятиях. Ледовый полумарафон своими уникальными ощущениями привлек участников разного возраста и профессий. На старт выходили как профессиональные спортсмены, так и любители. Для взрослых спортсменов организаторы подготовили три дистанции – 5, 10 и 21 километр. Последнее – это и есть полумарафон. Возможность испытать себя в беге на льду была и у детей, которые преодолели либо один километр, либо 500-метровую дистанцию. Каждый из участников выбирал расстояние, которое было ему по силам. В этот раз преодоление дистанции осложняли дождь со снегом. В рамках 21 километра мы добавили дистанцию лав-марафон. Это то есть пары, мужчина-женщина бегут за руку, стартуют и финишируют одновременно. У нас увеличился лимит участников – 1500. В прошлом году был лимит 1000, а в этом году МЧС решил увеличить до 1500. Погода сегодня, конечно же, мы видим, такая немножко добавляет изюминки, но, как говорят наши бегуны, чем хуже, тем лучше. И вот на финише появляются первые герои дня. На главную полумарафонскую дистанцию – 21 километр – у лидеров ушло чуть больше часа. Пробежав финишную черту, спортсмены получали свои заветные медали и, едва отдышавшись, делились со своими родными и друзьями первыми впечатлениями. В этих условиях хорошо, в принципе, пробежал. Конечно, если было бы, может быть, меньше воды, можно было бы и побыстрее пробежать, но, учитывая то, что, по-моему, я пробежал 13, час 13.30, это даже лучший результат, который здесь показывал из четырех раз, которые участвовали. Хочу быть примером, чтобы люди смотрели, видели, то есть мои ученики, то есть что я бегу на собственном примере, показываю, что возможно это. Ничего невозможного нет. Выступаю в третий раз. Два года назад выиграл пятерку по рекорду трассы, по-заторому стал вторым на десятку. Я на самом деле принимаю первый раз. Мне предложили, как бы, в декабре, хочешь поучаствовать? Я сначала думала, ну как, там уже холодно, но в итоге согласилась. И не жалею, что согласилась. Я очень рада сюда приехать. Весь пьедестал и призовой фонд в полмиллиона рублей поделили между собой спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Артема и Находки. Однако свои награды и памятные призы получили и остальные смельчаки, отважившиеся на это ледовое испытание. Дмитрий Беломестнов, Денис Падеев. Новости на восьмом.